Всем привет, дорогие друзья! На сегодня очередная мотивация на уборку и перестановку, точнее неудачную перестановку, в чем она заключается неудачей, вы дальше увидите. Здесь я вам показываю о том, что я решила освободить стеллаж, который мы делали своими руками, там стояли книжки, игры настольные, и я решила их перенести все вот в этот пенал, для того, чтобы освободить вот этот стеллажик. И решила я его применить как тумбу под телевизор. Я давно уже планирую заняться вот этим местом тумбой под телевизор, что-то поменять, изменить, либо саму тумбу перекрасить, переделать, либо купить новую, но вот мне пришла идея, что почему бы мне не задействовать, горизонтально не поставить вот этот стеллаж и поставить туда телевизор. По размерам я вроде бы как бы померила, вроде бы более-менее хорошо смотрится. Значит, освободила я этот стеллаж и принялась за дело то, что мне нужно убрать все провода, всю технику со старой вот этой большой тумбы. Мы когда делали ремонт, мы покупали всю новую мебель в гостиную, и вот эта тумба нам понравилась, потому что она подходила под размеры этой стены, и получается, что как бы нам понравилось, но в то время мы почему-то ассоциировали, что вот все покупают вот такой коричневый, бежевый цвета, у всех у знакомых мебель такого цвета, и мы тоже как-то решили все купить в этом цвете, что шкаф, что тумбу. И получается, что сейчас, конечно, наши взгляды уже немножко поменялись, точнее, мои взгляды на мебель, на цвет мебели, и мне хочется почему-то белую тумбу под телевизор, но пока нет возможности купить новую тумбу, и эту я все еще никак не могу продать. Почему-то не покупают, но сейчас времена тяжелые, не у всех есть денюжки, и поэтому пока что она висит в предложениях, и никто ее не покупает. Я освобождаю тумбу от электроники, фотографирую сразу все провода, чтобы не запутаться по тому, что куда прицеплять. Как видите, я давно туда не заглядывала, там достаточно много пыли, я тоже вот все фотографирую, и буду убирать для того, чтобы все там хорошенько пропустили, пылесосить. Буду пылесосить сразу моющим пылесосом, это намного удобнее и быстрее, чем сначала пылесосить, потом брать швабру, протирать это все. Когда есть моющий пылесос, это очень удобно, это сокращает время уборки. Все хорошенько пропылесосим. Да, было бы в идеале красиво, если бы мы подвесили телевизор на стену, и технику расположили на какой-нибудь полочке, допустим, да, подвесили полку, и все было бы вообще в воздухе, грубо говоря. Но, к сожалению, эта стена очень хрупкая, и туда нам ничего не подвесить. Это уже пройдено опытом. Настя с Димой, которые здесь жили, Сережиного брата, они все делали и просверлились прямо в ванну, поэтому здесь не без вариантов, здесь только тумба. Я поставила вот этот стеллажик горизонтально, Сима пришла проверять. Я это делала ради эксперимента, посмотреть вообще, что, как будет выглядеть, если я что-то подобное куплю, и как это будет смотреться. Но я думала, что если мне понравится, то я, конечно, оставлю и так. Но потом, конечно, в конце я уже поняла, когда все собрала, все поставила, я поняла, что нет. Такая узкая тумба, там она, получается, глубина у нее 30 сантиметров. Это очень мало. Такой глубины мало, и получается у нас наша коричневая тумба, у нее глубина, по-моему, 40 сантиметров, потому что, когда ставишь, там еще остается место свободное. А здесь, как видите, телевизор прямо на краю, и я поняла, что когда, если я даже так оставлю, ну, на время, да, я понимаю, что кошки у нас запрыгивают на тумбу, и они могут урнить телевизор. Это очень безопасно, потому что телевизоры, знаете сами, сколько стоят, и одно падение телевизора, и все, и телевизора больше нет. Ну, я, конечно, до последнего, я прям все собрала, все провода подключила, все посмотрела. Я сейчас соберу и вам тоже покажу, как это выглядит. Техники у нас довольно много. У нас и колонка, которую я сейчас пытаюсь вставить, но там из-за ножек она не проходит, не было бы ножек, небольших таких, она бы влезла вот в это отверстие. И получается, что у нас еще длинная колонка, которая за телевизором, также PlayStation, еще одна приставка есть. В общем, техники довольно много, и получается, что на такой маленькой тумбе это все не уместится. Конечно, есть вариант сделать из распила, более, из других размеров, соорудить такую же тумбу и поставить ее на ножки, чтобы было проще протирать под тумбой, чтобы ее постоянно не двигать, а было видно, что там пыль собралась, ты пропылесосил, помыл, и все, и будет удобно. Но это вот как сейчас у меня такой вариант созрел, что проведя эксперимент, я поняла, что настолько узко тумба сюда, конечно, не поместится. Напишите в комментариях, делаете ли вы перестановки в квартире. Я вот очень люблю перестановки, мне кажется, это еще из-за декрета, потому что дома иногда бывает скучно, от рутины устаешь, и хочется чего-нибудь нового, интересного, и начинаешь мудрить, что-то менять, переставлять. И я очень довольно часто делаю перестановки, хоть и квартира небольшая, но эксперименты я люблю. И даже неудачные эксперименты, это полученный опыт, в этом нет ничего страшного. И давайте посмотрим, я уже все собрала, и посмотрим, как это смотрится. С одной стороны, вроде бы кажется, что все так неплохо, была бы она пошире, точнее поглубже, было бы неплохо, и поставить бы эту тумбу на ножки. С одной стороны, неплохо. У меня еще был план, что вот в эти полочки, я могу поставить кубы, и там прятать все, что глазам, чтобы не мозолило, можно туда все спрятать. И будет, в принципе, неплохо. Что это такое? Ты вытираешь? Да. Вот, молодец, пыль вытираешь. Смотри, а это что такое? Пыль? Да. Здесь я вам вставила кадр, это новое слово у Ксюши, я очень рада, я даже не ожидала этого слова услышать, слово пыль. Когда я отодвинула тумбу, Ксюшенька подошла, это как говорит, пыль. Я такая, да, пыль, действительно. Для нас каждое новое слово, это прям вообще как праздник. Недавно были у невролога и нам прописали препаратик небольшой и мы будем его пить. Возможно, это простимулирует у нее речь и будут появляться еще новые слова. Ну, а здесь мы с вами все собираем уже на старую тумбу. Я поняла, что очень небезопасно оставлять это все на такой хрупкой маленькой тумбе и решила все вернуть на круги своя. Но ничего страшного, это приобретенный опыт и заодно уборка в том месте, где много пыли, как вы видели. Сима там орудует уже на белой тумбе, скачет, прыгает, все изучает. И здесь я все подцепляю и решила моющий пылесос Дашеньке в комнату поставить, а этот белый оставить здесь. Все собираем по местам. Я вроде бы все правильно подключила. Надеюсь, все будет нормально. И пишите в комментариях обязательно делайте ли вы перестановки, потому что я, как говорила, уже я очень люблю перестановки и надеюсь, что в скором времени получится совершить нашу идею с тумбой. Пока нет возможности даже распил купить, но ничего страшного. Самое главное, что-то планировать, что-то изменять в жизни, потому что это всегда интересно, всегда что-то новое. Раньше я довольно часто все обновляла, но сейчас не те времена, к сожалению, у нас немножко, но ничего страшного. Все будет со временем. Здесь я сразу тоже проверяю, все ли у меня работает, потому что я могу и намудрить, что-нибудь не то подключить, так как с техникой я не особо дружу. Вроде старалась все сфотографировать, но вроде бы все работает, кроме роутера. Роутер долго запускался, но ничего страшного. Потом все работало. Ну что, дорогие друзья, вот такая вот у нас уборка и перестановка получилась, точнее эксперимент. Сейчас тумба наша выглядит чистенькой, опрятненькой, под ней нет пыли. Все аккуратно составлено, все лишнее убрано. Все проводочки я постаралась красиво разложить. А на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok